Перед нами скульптура, которая во многих отношениях выглядит не совсем как… — Скульптура. — Да. — Она не сама по себе стоит. — Да, верно. Она скорее напоминает горельеф. — Но это не совсем горельеф. — Не совсем, поскольку здесь нет фона, из плоскости которого выступали бы объёмы. — К тому же эти объёмы отделены друг от друга. — Совершенно верно. Это работа Дональда Джадда, образец минималистской скульптуры. Она была создана в 1969 году и не имеет названия. Впоследствии он воспроизводил именно эту форму снова и снова. Каждая из коробок, которые вы видите, была сделана не им самим, они произведены на фабрике. То есть происходит как бы эстетизация машинного производства. — Такое ощущение, что эта скульптура должна с чем-то взаимодействовать в пространстве галереи. — Совершенно верно. На самом деле, Джадд давал очень точные инструкции относительно того, как это повесить, как прикрепить это к стене. Уточнял, что расстояние между каждыми двумя коробками должно быть 6 дюймов. И обычно, когда эта скульптура была сделана впервые, предполагалось, что её элементы будут равномерно распределены по стене до самого потолка. То есть эта цифра была в какой-то мере продиктована высотой, обычной высотой потолка. И, конечно, она менялась в зависимости от пространства, где всё это должно было висеть. — Но здесь это не соблюдается. — Думаю, всё дело в фотографии, на которой мы смотрим. — Это сделано из какого-то материала с отражающей поверхностью. Внешняя поверхность с высоким глянцем — это латунь, и затем на фотографии это трудно разглядеть, но верхняя часть каждой из этих коробок как бы оконца из оргстекла, так что можно заглянуть внутрь. И иногда эти коробки у Джадда бывают яркого цвета, розового или желтоватого, а бывают и полупрозрачными. Таким образом, скульптуры взаимодействуют с пространством, отбрасывают тени и цветовые пятна на стену, на голую стену галереи. — То есть здесь следует вспомнить о скульптурах из бронзы? — Думаю, да, но здесь присутствует и отрицание этого. Одна из целей, которую Джадд и другие минималисты ставили перед собой — это отвечать духу своего времени. То есть Джадд продолжает традиции модернистского искусства, согласно которым выбираются материалы и темы, отвечающие духу времени. То есть Джадд продолжает традиции модернистского искусства, согласно которым выбираются материалы и темы, отвечающие духу времени. А здесь выбран такой материал, как латунь, которая могла использоваться и в домодернистские времена, но сделана так, что она смотрится как листовой металл, как что-то, произведённое на заводе. То есть он обращается к нашей заводской индустриальной культуре. Совершенно верно, и эта скульптура — именно то, чем она кажется. Она не маскируется, Джат совершенно точно не пытается заниматься иллюзионистическим искусством. Он не хочет, чтобы его скульптура походила на человека или пространства, которого здесь нет. Нет, это явно коробки, и оргстекло позволяет увидеть, что они не заполнены. То есть в этом есть какая-то ясность и буквальность, которые он хочет подчеркнуть. Мне эта скульптура также напоминает о небоскрёбе и других модернистских формах. Да, так и есть, и о простом копировании одной и той же формы снова и снова. Очень современно. Она наводит на мысль о машинном производстве, и… Идёшь за покупками, и видишь ряды одинаковых товаров в продовольственном магазине. Совершенно верно. 900 вариантов одного и того же. И именно так, что-то есть в этом от товара. Легко увидеть, как эта чистота, этот блеск, а также оргстекло. На первый взгляд, всё это может показаться чересчур простым, но когда вглядываешься, видишь игру оттенков отражений света. Субтитры создавал DimaTorzok